МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О жесточении законов и их избирательном применении. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Начинаем с аннексированного Крыма. Там новые задержания гражданских активистов и независимых журналистов. Под стражей оператор прекратившего вещание телеканала АТР Искандер Небиев. Ему инкриминируют участие в массовых беспорядках. Таких задержаний в последнее время на полуострове достаточно. Председатель Мэджлис Арифат Чубаров говорит о репрессиях в отношении крымских татар. На сегодня намечена его встреча с комиссаром Совета Европы по правам человека для обсуждения этих вопросов. Последние новости из Крыма собирал и анализировал мой коллега Александр Касаткин. Симферопольский суд сегодня арестовал на два месяца оператора крымско-татарского телеканала АТР Искандера Небиева. Это постановление является формой давления для того, чтобы получить необходимые показания. В принципе, не было никаких оснований этого парня сажать в СИЗО. И так уже переполнено. Оператора телеканала обвиняют в участии в массовых беспорядках, а именно в митинге 26 февраля 2014 года. Во время тех событий погибли два человека. В рамках расследования дела уже арестованы несколько человек, в том числе заместитель главы Меджлиса Ахтем Чайгос. Вот что сказал заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильмий Умеров. Я сто процентов убежден, что это заказное политическое тело. Выбор пал на Ахтема, потому что он активный. Или, как еще есть такой термин, недоговорной. Главы Меджлиса Руфаты Чубарову и лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву весной 2014 года официально запретили въезд на территорию аннексированного Россией Крыма. Представитель Мустафы Джемилева адвокат Марк Фейгин добился официального ответа о том, что въезд на территорию Крыма был запрещен ФСБ России. Были письма, обращения, значит, иные инстанции, которые все-таки являются ответственными за принятие этого уведомления. И окончательно это выяснилось, кстати, только из материалов уголовного дела Хайсера Джемилева, сына Джемилева. Сегодня глава Меджлиса Руфат Чубаров планирует встретиться с комиссаром Совета Европы под правом человека и рассказать ему о продолжающихся репрессиях в отношении крымских татар. Однако преследования в Крыму коснулись не только представители крымско-татарского народа. Леонид Кузьмин был приговорен к штрафу и исправительным работам за использование украинской символики во время празднования дня рождения поэта Тараса Шевченко. 17 апреля он был избит неизвестными. Как такие могут жить в Симферополе? Не место им таким, в Крыму вообще в целом. Они меня повалили, еще несколько ударов мне с руки, с ноги сделали по телу и после этого ушли. Крымский историк Алексей Чирния сегодня был осужден на 7 лет по обвинению в поджоге офисов пророссийских партий в Симферополе и подготовке подрыва памятника Ленину. Его защитник Илья Новиков считает, что признание вины было получено под давлением. Александр Касаткин. Настоящее время. В аннексированном Севастополе ко Дню Победы установили рекламные щиты с изображением Сталина. Горожане восприняли инициативу неоднозначно. Виктор Михайлов. Центр Севастополя – двусторонний билборд. Реклама магазина стройматериалов сменяется на плакат с изображением Иосифа Сталина. Таким образом местные коммунисты поздравляют ветеранов войны с Днем Победы. Я считаю это очень правильно, чтобы не забывали наши люди, кто победил в этой войне под чьим руководством. Но не все жители города разделяют такую точку зрения. Победа – это в первую очередь заслуга тех, кто сражался на фронте, говорят севастопольцы. На бигбордах должны быть изображены участники и ветераны Великой Отечественной войны. Говорят, День Победы подразумевают Сталин. Севастопольские коммунисты, приготовившие такой подарок горожанам, не задаются лишними вопросами. У нас даже вопроса не возникало, как праздновать День Победы, тем более 70-летие без главнокомандующего. Если в годы перестройки отношение к генералиссимусу было резко негативным, то в последнее время ситуация меняется, причем весьма кардинально, считает глава Левада-центра профессор Лев Гудков. Абсолютное большинство считало, что Сталин не останется в истории, а если и останется, то только в работах профессиональных историков и всегда в негативном контексте. А сегодня Сталин выходит на первое место в списке всех великих людей. Авторитарно-бюрократический режим, нарушение фундаментальных свобод граждан, голод, репрессии – вот отличительные черты правления Иосифа Сталина. Почему в последние годы в сознании многих россиян эти понятия перестали быть отрицательными? Сокращается в первую очередь число негативно относящихся, то есть сознательных антисталинистов, антикоммунистов. Вот это вот ослабляется. А пока улицы Севастополя украшают плакат с изображением Сталина, и руководство города не дает никаких комментариев по поводу этого спорного поздравления. Виктор Михайлов, Настоящее время. Тем временем Минкульт Украины предлагает создать музей тоталитаризма, фонды которого будут состоять в частности из коммунистических памятников, связенных со всей страны. Завтра в нашем эфире смотрите специальный репортаж о том, как недавний закон о декоммунизации расколол украинское общество. Кто-то считает Ленинопад надругательством над историей, а кто-то единственным путем к построению новой страны. Эхо олимпийской стройки в Сочи. Три года назад людей принудительно начали выселять из их домов, обещая новое жилье. И вот после игр прошел уже год. Некоторые семьи по-прежнему без крова. Кто-то от отчаяния готов жить на свалке. Об олимпийских беженцах Дарья Кудеевцева. Олимпиада пришла, я не ждал. Олимпийский беженец. Так в Сочи называют таких, как Андрей Арнаутов. Дом, в котором он жил до Олимпийских игр, снесли для строительства дороги. Пришли люди, которые сказали, что вы переселяетесь. Мы сказали, хорошо, переселяемся, но куда и... Взамен снесенного дома Олимпийский комитет предложил Андрею квартиру встроящимся. Но его тоже снесли, объяснив это тем, что застройщик неправильно оформил документы. Андрея временно заселили в квартиру из городского маневренного фонда. Там без воды и газа он проживает уже три года. А сейчас администрация города и вовсе выселяет Андрея с дочерью на улицу. Идите в суд. Суд разберется. Суд мне присуждает освободить помещение. Все. Этот коттеджный поселок находится рядом со станцией Веселая. Здесь, в одном из заброшенных зданий, живет еще одна семья Олимпийских беженцев. Семья Савельевых. Они, как и Андрей, остались на улице. Обещанную квартиру Савельевым не дали, а построенные для переселенцев дома до сих пор стоят пустые. И вот эти дома тоже. Вот рядом стоят напротив дома, которые тоже стоят высотки. Еще не доделанные, но стоит вывеска, что это для переселенцев Олимпиады 2014. Ну то есть они еще даже не сданы в эксплуатацию на сегодняшний день. Ну вроде бы, да, для таких вот переселенцев, малоимущих, ну вроде бы, стоят пустые, пока еще не доделанные. Савельевы были вынуждены заехать в заброшенный коттедж, из которого их также пытаются выселить. Идти некуда. Вообще нам негде жить, если еще с этого домика нас выселят. Там рядом мусорка есть. Мы там обоснуемся и будем жить так. Сколько в Сочи еще таких людей, которые остались без крыши над головой, неизвестно. Учет не ведется и вряд ли будет вестись. Дарья Кудрявцева, Илья Кизиров. Настоящее время. Евросоюз обвинил Газпром в нарушении конкуренции. Претензии от антимонопольного регулятора ЕС затрагивают 9 государств. Среди них страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Как заявила еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер, Газпром злоупотребляет свои доминирующие позиции. Обвинение лишь шаг в длинной процедуре, пока мы даем Газпрому право защищать себя. Отметила чиновник. Эти случаи напрямую показывают, что вне зависимости от страны происхождения компании, если она хочет вести бизнес в Европе, она должна подчиняться европейским законам. Отметим Газпром. Все обвинения Брюсселя называют безосновательными. Отмечая при этом, компания соблюдает все международные нормы и национальные законодательства стран, где работают. Пришло время передавать слово в Вашингтон, о чем сегодня говорят по ту сторону океана. Соединенные Штаты реагируют на обвинения Москвы из-за отправки в Украину американских военных инструкторов. Наташа, продолжайте. Да, Сергей, США отвергают обвинения Москвы в том, что прибытие в Украину американских десантников для обучения украинских военных дестабилизирует обстановку в стране. Реакция представителя Госдепартамента Марии Харф. Мы проводим подобные двусторонние учения с Украиной на протяжении последних 20 лет. Разумеется, это делается по приглашению украинского правительства. И я не припомню, чтобы Россия жаловалась, когда это делалось при президенте Януковича. Польша намерена закупить в США зенитно-ракетные комплексы «Патриот» и предварительно согласилась приобрести вертолеты концерна Airbus Group в рамках ускоренной модернизации армии на фоне напряженных отношений с Россией. Президент Польши Бронислав Комаровский назвал систему противоракетной обороны приоритетом из приоритетов. В Лижний Восток президент Обама заявил в интервью телеканалу MSNBC, что существует возможность преодолеть иранскую систему ПВО, даже если Россия поставит Тагерану зенитно-ракетные комплексы С-300. По словам Обама, эта сделка Москвы и Тагерана по-прежнему вызывает озабоченность американского руководства. Российское законодательство и судебная практика по делам об экстремизме, преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти. Этой теме было посвящено выступлению правозащитников из России в Вашингтонском национальном фонде поддержки демократии. С ними встретился Александр Панов. Одна из первых заметных акций по разжиганию ненависти в отношении накомыслящих. Бутафорские головы лидеров оппозиции и правозащитников были выставлены на шестах. В молодежном пропутинском лагере Селегер несколько лет тому назад. Дальше больше. Музыкантов, выступавших против войны в Украине, ура-патриоты разместили на полу туалета Киевского вокзала. Неугодных политиков и журналистов на огромной растяжке «Пятая колонна» на Новом Арбате. Досталось и президенту Обаме в образе немытого трубочиста. Однако судят и сажают других. Например, пусирают за антипутинский панк-молебен в храме. Фраза «убей в себе раба» экспертами признана экстремисткой и нацбол Акименков признан виновным. В Вашингтоне цитировали эксперта Виталия Батова, который в измайловском нарсуде объяснял, что лозунг «убей в себе раба» подталкивает людей к мысли о том, что у нас в России рабство, и призывает их на борьбу с рабством, то есть с государственным строем. В современной России, с одной стороны, подтверждается мысль графа Петра Вяземского о том, что суровость российских законов умеряется их неисполнением. С другой стороны, в отношении критиков власти и устоев традиционного консерватизма карательные меры беспощадны. Эксперты все чаще принимают в сторону обвинения. Доходит до того, что показ ролика предвыборной кампании Хилари Клинтон, в котором фигурирует однополая пара, российский канал сопровождает титром 18+, чтобы его не обвинили в нарушении закона о запрете гей-пропаганды. Вот в этой структуре жесткой, детерминированной свой-чужой, чужие это, конечно, изменники, это предатели, это засланы. Они вообще не тело нации. В этом смысле, вот это вот нация строительства по нацистскому образцу, я не скажу напрямую нацистское, но по нацистскому образцу. Чужой, он в общем-то не человек, он предатель, он гей, он, я не знаю, там, шпион, он иностранный агент, он кто угодно. Мы это здоровое тело нации, так сказать, вот мы теперь, вот мы русский мир. И Путин блестяще, как отличный популист, поймал эту волну и сейчас находится на ее верху. Вопрос в том, что волны не вечны. Основатель центра СОВА Александр Верховский в новой книге провел сравнительный анализ законодательства стран-членов АБСЕ и России в области преступлений на почве ненависти. Уровень ксенофобии в России снизился, однако ненависть, отмечает правозащитник, перенеслась на внешнего противника Укра-бандеровцев, Соединенные Штаты, Запад и, собственно, пятую колонну. Это снижает внутреннюю напряженность, зато резко повышает мобилизацию поддержки существующему режиму, который, конечно, этим пользуется. Если говорить о правовом режиме, то он у нас пожестче, чем в любых европейских странах, хоть в Италии, хоть в Испании, это несомненно. Главное, что он ужесточается, а там он смягчается. Разжигание атмосферы ненависти в будущем может ударить по тем, кто разделил общество на своих и чужих. На условные 85% довольных и 15% тех, кого президент как-то сравнил с бандерлогами. Особенно, когда в Россию начнут возвращаться добровольцы из Сирии и с востока Украины, проливавшие там кровь каждый за свои радикальные идеи. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Руководство США во главе с президентом Обамой второй год подряд получает самый высокий рейтинг среди правительств мировых держав. По результатам всемирного опроса института Гэллопа, его деятельность одобряют 45% респондентов. Германия с канцлером Ангелой Меркель получила второй наивысший рейтинг. О позитивном отношении к ней заявил 41% опрошенных. Действия России во главе с президентом Путиным получили самую низкую оценку. Их одобряют 22% участников опроса, который проводился в 134 странах мира. Другая тема. Объединенная Европа переживает не самый простой период своей истории. Сумеет ли руководство ЕС найти общее решение для региональных проблем? На мероприятиях в Вашингтоне гости из стран Балтии поделились четвертьвековым опытом построения демократии. Тему продолжит Вадим Оленичев. Вадим Оленичев. Украинские свободы и уважаются права личности. Однако теперь в свете событий в Крыму и в Донбассе эксперты едины во мнении. Если бы страны Балтии не присоединились вовремя к НАТО, их независимость вновь могла бы оказаться под угрозой в результате экспансионистских действий Москвы. Бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Европарламента Артис Пабрикс сообщил, что для жителей его страны, которая так долго была оккупирована Советским Союзом, украинский кризис не стал сюрпризом. Невозможно, сказал он, разрешить кризисную ситуацию, в которой одна из сторон, в данном случае российская, не желает признавать свою вину. По словам Пабрикса, это хроническая болезнь всех российских лидеров, от которых никогда и ни при каких обстоятельствах не услышишь слов «да, мы были неправы». О положительном опыте стран Балтии и возможности его использования в Украине говорил на Вашингтонской конференции бывший посол США в Эстонии Майкл Полт. Было бы неверно просто взять схему, примененную в странах Балтии, и внедрять ее в Украине. В то же время можно и нужно отфильтровать те достижения из опыта Балтии, которые были особенно удачными, и предложить их Украине, чтобы вместе положить начало конструктивному диалогу. Хорошей сферой такого применения опыта может стать, например, прозрачность власти. Необходимо искоренить коррупцию и огрехи управления. Эксперты отмечали, что не все изменения проходят гладко и в самих странах Балтии. Например, многих жителей Латвии удивляет, что их правительство в рамках мер Евросоюза должно перечислять средства на помощь Греции, при том, что ВВП на душу населения у грехов выше, чем у латышей. Не все в Латвии считают это справедливым. Также сохраняющаяся зависимость Латвии, Литвы и Эстонии от российских энергоносителей по-прежнему является ахиллесовой пятой экономики этих государств. На ближайшие годы энергетическая независимость от России, наряду с членством в НАТО, станет для государств Балтии ключевым компонентом независимости политической. Почти все участники встречи отметили, что политический и экономический успех стран Балтии – это следствие таких качеств, как национальное единство и прозрачное руководство, свободное от коррупции. А главное – общее осознание того, что у них нет иного пути, кроме движения к суверенитету и демократии. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И об экономике. Европейский банк реконструкции и развития не открыл в России ни одного нового проекта с июля прошлого года. В то же время в портфолио банка остается около 300 российских проектов. Как заявил президент банка Сума Чакрабарти, банк волнует то, как его клиенты справляются с экономическим кризисом, который развивается в России. Понижение цен на нефть, так же, как и введение санкций в отношении России, нанесли российской экономике серьезный удар. Сейчас речь идет о том, как наши клиенты справляются с падением экономики, в то время как снижается в России ВВП, что, разумеется, отражается на большинстве клиентов. Негативная ситуация в российской экономике также отражается и на экономиках соседних стран, например, на Центральной Азии, о которой, к сожалению, не так много говорят. Но Центральная Азия находится в тяжелой ситуации. Торговые связи в Киргизской республике Таджикистане и других странах серьезно пострадали. Мы стараемся и многое делаем для того, чтобы они преодолели эти экономические трудности. Серьезные усилия прилагают ЕБРР и на Кавказе. По словам Чакрабарти, проведение ежегодной встречи банков в Тбилиси – хороший повод привлечь внимание инвесторов и отметить успехи последних лет. Азербайджан, Армения, Грузия – мы очень активны в последние несколько лет. Возьмите Грузию, где у нас будет проходить ежегодная встреча через три недели. Это первая такая встреча банка на Кавказе. Прошлый год для Грузии был рекордным. Порядка 215 миллионов евро было инвестировано в Грузию. Это около 15 проектов. Реформы, через которые Грузия прошла за эти годы, начинают приносить свои плоды. Ну и к слову о Грузии. Александр Лукашенко впервые за время своего президентства посещает Тбилиси. Подробности у коллег в Праге. Сергей? Да, Наташа. Одна из тем переговоров двух лидеров, сообщает советник грузинского президента. Поддержка территориальной целостности Грузии. Речь, в частности, о непризнании Белоруссию, Абхазии и Южной Осетии, передает новости Грузии. Тбилиси не будет нападать на непризнанные республики, но готов отражать любые атаки. Об этом в эксклюзивном интервью программе «Настоящее время» заявляет начальник генштаба Грузии Вахтан Капанадзе. Среди других тем интервью – боевые действия в Украине и военная стратегия Грузии. Ваша линия фронта – это, де-факто, граница с Южной Осетией, самопровозглашенной и самопровозглашенной Абхазией. Так получается? Знаете как, можно не назвать это фронтом, потому что у нас там войск нет. Там есть внутренние войска, там есть министерство внутренних войск, там есть полицейские подразделения, но не военные подразделения. Ну, конечно, это когда от Пелеси на 40 километров находится вот такая территория, само собой, это уже и риск, и вызов, и угроза безопасности всей страны. А вот насчет угрозы и рисков. Кто ваш враг? Кто ваш самый большой враг? Не обязательно называться всех своими именами, и так понятно людям, особенно населению Грузии. Насколько реально угроза для Грузии со стороны этих территорий, скажем, если завтра российские войска пододвинуты ближе к так называемой де-факто линии фронта, как вы будете отражать эту атаку? Я хочу подчеркнуть, что и политическое руководство страны, и военное руководство страны делают все возможное, чтобы не дать причину для провокации. Потому что наше сейчас главное направление развивать свои вооруженные силы, развивать экономику страны, продолжить двигаться в направлении НАТО и создать Грузию более привлекательным для Осетина и Абхаза, для нашего будущего сотрудничества. Скажите, а насколько увеличился грузинский военный бюджет после того, как Россия, как в Украине началась война? Я могу сказать, что не увеличивался. Но еще раз говорю, что вот подготовка интенсировалась, стала более активной, более целенаправленной. Знаете, что по мере того, как Грузия будет интенсифицировать процесс интеграции в НАТО, в той же степени Россия будет увеличить свое недовольство и угрозы для Грузии будет намного больше? Еще раз хочу повторить, что мы рассматриваем разные сценарии развития событий, возможных событий. Вы готовы к войне? Мы готовы к обороне страны. Самое плохое на человеческом уровне, это то, что когда идут колючие проводки, сетки, заборы. И вот представляете, вот, к слову, для христианина смотреть через забор на кладбище своих предков, и они не могут перейти вот эту границу, пойти там в ближайшую церковь, которая исторически была для нескольких деревень. Не только Грузии, кстати, и ассоцистских деревень. Давайте перенесемся с Грузии в Украину. Наверняка вы работаете, сотрудничаете с своими украинскими коллегами. Как бы вы оценили бы способность украинской армии? Знаете, вот ситуация на Украине у меня вызывает там чувство дежавю. Это мы проходили в 90-е годы. Может быть, знаете, я заканчивал Украинскую военную академию, и вот мне так больно вот смотреть на то, что происходит на Украине. Но то, что случилось на Украине, это было, наверное, все каких-то фатальных ошибок. Но я надеюсь, что вот и мудрость, и ум, и навыки, и образование хватит украинскому народу, чтобы вот как-то выйти из этой ситуации более-менее нормально. Если бы вы сейчас были начальник МГ штаба Украины, что бы вы сделали? Обязательно начали строить армию. Надо обязательно, параллельно, это ужасно трудно. Ужасно трудно там проводить боевые действия. В принципе, они не закончились. Они еще там постоянно проводят, в перманентной фазе. Но обязательно надо строить новые вооруженные сели. Новые вооруженные сели должны быть более современными, более лояльными народу. Между тем, сегодня в Харьков прибыл советник украинского президента Михаил Саакашвили. На встрече с губернатором области речь шла о безопасности у линии фронта. Продержится Харьков, продержится и Украина. От вас сейчас все зависит, сказал грузинский экс-президент. До этого Саакашвили встречался с бойцами украинской армии. Украина передний рубеж защиты всей Европы. Реально Украина защищает современную демократическую цивилизацию в 21 веке. Михаил Саакашвили не может вернуться в Грузию, где в отношении него открыты уголовные дела. В Киеве Саакашвили работает председателем Международного совета реформ. Это настоящее время из Украины в США. В Нью-Йорке премьера мюзикла «Доктор Живаго». Всегда актуальный роман, который многим современным политикам стоит освежить в памяти. Наташа, эфир ваш. Да, Сергей, в Нью-Йорке наконец состоялась премьера нового мюзикла «Доктор Живаго», созданного по мотивам романа Бориса Пастернака. Продюсеры, известный американский режиссер Дес Макану, в 10 лет пытались перенести историю российской революции и большой любви поэта на бродвейскую сцену. На премьере побывал наш корреспондент Виктория Купченецкая, которая с нами на связи из Нью-Йорка. Вика, ну вот есть мюзикл. Вопрос, удалось ли авторам передать глубину романа Пастернака. Наташа, ну американский музыкальный театр это такой особый жанр, который стремится в первую очередь к созданию увлекательного шоу на сцене. И в этом смысле режиссеру это удалось. Но с другой стороны, вот этот контекст этой очень сложной, трагической российской истории, которая есть в романе, присутствует и в мюзикле, и там в нем в мюзикле играет очень важную роль тоже. Накануне на Бродвее прошла премьера этого мюзикла, там было очень много различных звезд, и мне даже удалось побеседовать с Амаром Шарифом-младшим. Это внук того самого Амара Шарифа, который играл доктора Живаго в известном американском фильме в 60-е годы. Я должна сказать, что Амар Шариф-младший внешне почти так же неотразим, как его дедушка. Вот что он мне сказал. Мой дедушка сделал эту роль знаменитой. Уже тогда фильм отличался от романа, а теперь мюзикл объединил их. Мюзикл – это живой театр, каждый вечер он разный. Мне кажется, зритель сможет найти в нем для себя что-то новое. Фильм с тех пор стал американской классикой. И, наверное, не случайно мюзикл и фильм стилистически немного похожи. В мюзикле даже мелодия есть оттуда. Когда я был молодым, я видел фильм Дэвида Лина. Это, наверное, было в 65-м или 66-м году. И тогда же я прочитал роман Пастернака. Я всегда интересовался Россией и Советским Союзом. Я туда ездил несколько раз после 83-го года. У меня там друзья, я ставил там пьесы в театре. И когда появился этот проект, для меня он сразу же стал любимым. Для авторов-постановщиков главное – это история большой любви доктора Живаго и Лар Гишар, которая не угасает на фоне революции, гражданской войны. Сцены чувственные, порой сентиментальные. Но из романа Пастернака остались и важные философские вопросы. Революция – ее хаотичное начало. Уничтожение устоев общества и трагедия семьи. Конфликт поэта с тоталитарной системой. Британец Тэм Муту играет доктора Живаго. Режиссер считает, что актер в своем мастерстве достигает шекспировской глубины. Мой герой сначала не знает, кто он. Он ищет себя. Он влюбляется в женщину, в которую не должен был бы влюбляться. И через это чувство он находит себя. Он становится одним из самых замечательных романтических поэтов своей страны. Лару, которую в фильме играла Джули Кристи, в мюзикле исполняет Келли Боретт. Она говорит, что, готовясь к роли, много читала об истории России. Моя героиня Лара – очень сильный характер. Она живет в смутные времена. Смутное – даже не точное слово. Она живет в ужасные времена. Но ее дух все преодолевает. Она такой человек. Она борец. Она щедрая, чувственная. В ней много огня. Она, как мы с вами, современная женщина. Режиссер считает историю Юрия Живаго вполне современной. Сегодня ситуация в России напоминает ситуацию в романе намного больше, чем 10 лет назад, когда мы начали работать над мюзиклом. Посмотрите, брата Навального арестовали точно так же, как арестовали Ольгу Ивинскую, когда был жив Пастернак. То есть, если вы мой политический оппонент, я арестую не тебя, а того, кого ты любишь. Но, на мой взгляд, главное в истории Пастернака – это любовь и искусство, которые выживают в самых ужасных условиях. Юрий Живаго не может быть женщиной, которую любят. Но он может писать стихи, которые станут гордостью русской культуры. В финальной сцене герои выходят на сцену с книгами поэзии. Это что-то очень традиционно российское, что американским создателям мюзикла удалось уловить, как слово и искусство могут противостоять авторитарной системе. Выглядит многообещающе, да? Спасибо. Это была Виктория Купченецкая из студии в Нью-Йорке. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас на сайте currenttime.tv, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и до завтра. Сергей, до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время. Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.